Привет, друзья! Это Мамедыч. И есть три вещи, на которые можно смотреть вечно. Это как горит огонь, как течёт вода и, конечно, российское телевидение. Я очень люблю российское телевидение, но действительно есть много программ, которые заслуживают особенного внимания. И сегодня мы будем смотреть одну из таких программ, которая должна, я думаю, напрямую соотноситься как-то с нашим здоровьем, с сохранением здоровья и с выживанием, главное. Это будет рейтинг Баженова. Я думаю, будет интересно. Поехали! Тимофей Баженов всегда получает помощь, если это необходимо. Ну, я надеюсь, что все наши жители тоже получают помощь, в первую очередь медицинскую и экстренную помощь, когда им необходимо. Меня зовут Тимофей Баженов. Я умею ловить зверей. Люблю разговаривать с ними. Ну, тут сразу на лицо медицинская тематика. Если человек, ну, одно дело ловит зверей, другое дело уже разговаривает с ними, или слышит голоса, которые, как по его мнению, производятся животными, то скорее все-таки это уже какое-то психическое отклонение. Но надо сказать, что издевательство над животными это тоже, как своего рода, какое-то психическое отклонение. Я знаю, что сейчас много видео в сети, где люди издеваются над животными, над домашними животными, и над дикими животными. Но это, конечно, не очень правильно. Ну, Тимофей разговаривает с животными. Это уже очень интересно. Я умею выживать в нечеловеческих условиях и не боюсь экспериментировать. Продюсеры узнали об этом. И я стал человеком для опытов. Человеком для опытов. Ух. Это опасная тематика. Я думаю, что вы помните, что последние официальные такие опыты над людьми, они проводились в Германии, на территории Польши, вообще на территории концентрационных лагерей. И это, конечно, были очень-очень опасные опыты. Не то, что опасные, это нечеловеческие опыты. Конечно, таких опытов и экспериментов больше проводить нельзя. Но если человек сам над собой проводит какие-то эксперименты, то тут уже будет интересно, я думаю. Ну, кстати, по закону, если человек угрожает жизни не только окружающих, но и собственной жизни, то в этом, например, хочет совершить суицид на фоне какого-то психического отклонения, психическое расстройство, то его обязаны мы спасти. Без его на то согласия. Я дал разрешение своим режиссерам и продюсерам придумывать для меня любые трудности. Я хорохорился и говорил, что могу преодолеть что угодно. Ну, на самом деле, человеческий организм, он может перенести все, что угодно. На самом деле, да, на фоне стресса, на фоне того, что наши надпочечники вырабатывают огромное количество кортизола, адреналина и всего тому подобное, наш организм способен на многое. Мы знаем историю, когда мамы спасали из-под завалов своих детей, поднимали чудовищно тяжелые какие-то плиты бетонные. Да, наш организм способен. Ну, и я думаю, что мужчина в полном расцвете сил, в полном расцвете лет, Тимофей Бажинов, тоже способен выжить в нечеловеческих условиях. Учитывая то, что у него еще есть хороший запас подкожного жирка, как и у нас с вами, я думаю, у многих, то, в принципе, наш организм способен долгое время синтезировать энергию собственно из тех же самых жиров. Поэтому долго можем находиться без питания. Когда такая машина есть, палатка не нужна. Но перед тем, как уснуть, пожалуй, надену сапоги. Неизвестно, что может случиться. Вот, честно говоря, я никогда не выживал в таких условиях. Я спал в палатке, но не зимой. Но вот надевать такие сапоги и ложиться в них спать, мне кажется, это не очень хорошая идея, потому что там не очень хороший микроклимат для наших стоп возникает и хорошая среда для развития грибка. Но, конечно, наверное, Тимофея все-таки виднее. Ну, конечно, падение такое картинное. Не знаю, насколько остро были заточены вот эти осиновые колия, но наверняка, наверняка даже если бы они были не очень сильно заточены, такой точечный укол, точечный удар вот этим осиновым колом в тело, очень неприятно. Еще бы чуть-чуть поострее, и мог бы остаться без руки. Фух, ну, конечно, постановочные кадры, но он прав в том, что можно остаться без руки, потому что самое опасное, что можно сделать с рукой, при травме руки, не просто сломать кость, но и повредить артерию, потому что артерии, которые идут в этом месте, они довольно-таки крупные. Их можно прощупать. Например, здесь артерию брахиалис, и она достаточно крупная. Если ее повредить полностью, то можно спокойно истечь кровью за несколько минут. И от геморрагического шока скончаться. Тут, видимо, для меня послание оставили. Здесь написано бинт и йод. Это необходимо мне сейчас больше всего. Это, наверное, входит в состав любой автомобильной аптечки. Бинт и йод перевязать, чтобы не было такого массивного украшения и обеззаразить йодом. Но йод, вот такой настоящий йод, высокопроцентный, он может обжечь. Но я не могу отцарапать эти бетонные плиты. Сейчас я попробую пробить плиту кулаком. Вот это точно не стоит повторить дома. Разбивать, разбивать камни, бетонные плиты, даже деревяшки, это все-таки не очень хорошо. Разбивать другим людям лицо тоже не очень хорошо. Драться. Это опасно не только для того, кого убьют, но и тот, кто убьет. Он тоже может получить травму. Известен так называемый перелом боксера, когда ломается кость, которая находится вот тут. И именно во время удара туда приходится большой вес, и поэтому эта кость ломается. Так что, ребята, не бейте друг другу лицо и другие части тела. Берегите свои кулаки и свое здоровье. Рукав хорошо защищает косточки. Рукав не хорошо защищает косточки. Даже боксерская перчатка не защищает так хорошо косточки. Эту плиту я буду разбивать ребром ладони. Нужно следить, чтобы мягкие ткани, прикрывающие кости кисти, как бы демпфировали удар. Как бы они не демпфировали, все равно травму можно получить хорошую. И всю силу нужно направлять в то место, которое должно быть разрушено. Слава богу, что меня хотели не только убить, но и вылечить. Прониктых врачей, слава богу, они хотели не только убить, но и вылечить. Ну, слушайте, то, как разбивается вот эта штука, это, конечно, это, конечно, смешно. Это реально, реально передача, по-моему, комедийная. По-моему, комедийная. Никогда не бойтесь лить йод прямо на рану. Действительно, очень щипет. Не, я бы все-таки вам сказал, что всегда бойтесь лить йод, причем такой йод, не разведенный на рану. Даже разведенный йод, спиртовой или водный раствор, такие как бетадин, йодоперрон, например, в операционной обрабатывают раны, обрабатывают операционное поле слабым раствором йода, не таким чистым йодом, а именно либо йодоперром, либо бетадин. И это еще куда не шло, но можно получить ожог, реально. Ну, по крайней мере, можно быть уверенным в том, что не будет столбняка или еще какого-нибудь заражения. Ну, в этом случае, конечно, я бы тоже не был бы так уверен, конечно, йод такой серьезный может защитить, но от столбняка все-таки в любом случае при повреждении, тем более при повреждении на улице, нужно проводить экстренную профилактику столбняка, если человек не был привит. Так, на самом деле, прививку от столбняка нужно делать раз в 10 лет, освежать ее, поэтому, да, если ее нет, не было, и в течение 10 лет не было никакой прививки от столбняка, то проводится экстренная профилактика столбняка после получения любых видов ран. Лучше все-таки в этом случае перестраховаться, потому что столбняк от столбняка можно легко умереть, это заболевание, которое практически не лечится. Рана небольшая, и все-таки я думаю, что ее нужно забинтовать. Ну, правильно думают, правильно думают, во-первых, защитить от внешнего воздействия, от внешнего загрязнения, во-вторых, поможет все-таки остановить как-то кровотечение, хотя оно и не сильно такое выражено. бинтовать собственные раны довольно просто. Никогда не нужно распускать бинт перед тем, как начнете его наматывать. Ну, конечно, сегодня наш, наш Тимофей Баженов, это капитан очевидности, конечно, не стоит. Но у него такой бинт, такой настоящий советский бинт, который, который всегда как-то запутывается, где-то запинается, всегда сложно его управлять, всегда какие-то волоски отовсюду торчат, поэтому хорошо завязать рану, перевязать рану таким бинтом, это настоящее искусство. Для того, чтобы повязка не вращалась, на четвертом обороте бинт нужно перекрутить. Внимание, именно на четвертом обороте. Ну, есть целая наука, называется дисмургия, наука, которая занимается изучением перевязок, есть различные виды перевязок, мы изучаем это все на втором курсе университета, но иногда, иногда можно все-таки отходить от жестких правил и в принципе делать так, как кажется, будет эффективно. Ну, сейчас, конечно, с наличием разных лекопластырей, удобных повязок, конечно, это все, вся эта дисмургия канула в лету и при наличии ортопедических салонов, где можно купить такие навердержатели для рук, если раньше нужно было уметь вязать повязку Дезо, Вильпо при переломах ключицы, верхней конечности руки, то сейчас все это можно купить в ортопедическом салоне, специальные такие повязочки, ну и наклейки на рану, конечно, тоже можно купить спокойно в аптеке. Хорошо, что не открыта никакая артерия или вена, в этом случае необходимо накладывать жгут, а простейшие ссадины можно бинтовать вот таким способом. Тут Тимофей абсолютно прав, действительно, такая ссадина, маленькая ранка, ее можно перевязать, если бы оттуда было серьезное кровотечение, но внимание, венозная, если повреждена вена, то, конечно, жгут не стоит накладывать сюда выше повреждения, потому что тогда венозный приток к руке усилится и кровотечение тем самым тоже усилится. Что не скажешь про артериальное кровотечение, если видите, артериальное кровотечение, когда кровь алая, такая, более светлая, чем венозная, красная алая кровь, которая струей такой пульсирующей выбивается из раны, то тут нужно накладывать жгут, ну и нужно не забывать, что нужно указывать время, когда жгут был наложен, время на жгуте нужно писать и обычно его накладывают не более чем на час, ну есть различные правила, зимой, конечно, мы накладываем на один час, а летом можем наложить на два часа жгут, ну главное в этом случае для вас, как например для людей, которые будут оказывать первую помощь, себе или кому-то, написать время, когда был наложен жгут, потому что в медицине главное это преемственность, то есть чтобы те люди, которые будут оказывать медицинскую помощь позже вас они могли понять, что вы сделали, когда сделали, как сделали, как себя вести, а дальше по отношению к тому, что уже было сделано. нужно разорвать марлевую часть на два кончика, кончики между собой перевязать, это делается для того, чтобы марля не расходилась. Мне не верится, что эта придача выходила на, и может быть сейчас выходит на федеральном канале, конечно она сделана, мне кажется, так же кустарно, как и наш уютный канал на ютубе, но конечно весело такое. Ну вот похоже очередное послание от моих продюсеров, а тут какие-то хлебобулочные изделия, это целое послание, еды больше не будет. Вот тут продюсеры конечно постарались, написали на лаваше, на лаваше, на лаваше написали маркером, сейчас все-таки проголодавшийся Тимофей будет это есть, но лаваш-то лаваш, конечно вкусный, лаваш он покушает, но там же как вы понимаете чернила маркера они все-таки несут с собой опасность для человека, поэтому не стоит кушать вот этот лаваш, потому что если в целом собрать всяких вредностей, которые написаны на нем, то есть то, что осталось от маркера, конечно не очень приятно, я думаю, организм будет, но голод не тетка. А что значит еды больше не будет? В лесу полным полной еды, главное уметь ее искать. Вот это точно, в лесу полной полной еды, но зимой не был бы с ним, так, согласен. Обратите внимание, как выглядят почки этого дерева, они уже полны соков, они очень вкусные. Фух, он так ест, что у меня проснулся аппетит, честно говоря, я бы тоже попробовал вот эти почки, не думаю, что они настолько вкусны, как показывает это Тимофей, но почему бы нет? Попробовал бы. Ну, посмотрим, что же там под плитой. Ого, говорят, у меня много врагов, но сегодня Александр Чекалин выполнил их мечту. Презерватив. Интересно, что же он с ним сейчас будет делать. Но, глядя на погоду, мне приходит в голову только одно, но у него уже есть сапоги, но, чтобы не промокли, например, ваши ботинки, то можно презерватив натянуть на кроссовки, на любую обувь, и в них, например, переходить вброд маленькую речку или что-то такое. Да, думаю, в хозяйстве презервативы пригодятся. Но посмотрим, что придумает Баженов. Малайк называется живица. В полкилограмме живицы содержится больше витамина С, чем в целом килограмме лимонов. Кстати говоря, если поджечь дома небольшой кусочек живицы, из квартиры уйдут тараканы. Вперед с живицей избавляться от тараканов и выполнять запасы витамина С в организме. Прекрасная вещь. Кстати говоря, необязательно использовать ее по прямому назначению. Из нее можно делать прокладки в автомобиле. тараканы. Таракан конечно, Тимофей. Ох, что он придумал. Вы смотрите. Ну, конечно, по-моему, презервативы покрыты смазкой как снаружи, так и изнутри. И поэтому, конечно, наверное, ничего не случится такого опасного. но тем не менее, мне кажется, воду, которая будет находиться в презервативе, ее будет не очень приятно пить, потому что как минимум будут отдавать маслами. Какую капятошку он нашел. Смотрите. Неужели он сейчас будет ее кипятить? Кипятить? Ну, не знаю, выдержит ли презерватив такой? Вы думаете, он лопнет? Нет. Совсем нет. Вода будет медленно нагреваться и в конце концов закипит. Ну, какая программа. Всегда узнаешь что-то новое. Ну, как минимум, если вы будете заниматься любовью, то следите, чтобы ваши половые органы не разогрелись до более чем 160 градусов по Цельсию. Тогда презерватив может поплавиться. В моей жизни были случаи, когда вода подступала со всех сторон. Но в эти моменты презервативы меня очень выручали, потому что я быстро завязывал в них мобильный телефон и документ. О, вот это тоже. Это тоже метод. И потом мобильный телефон, документы принимают прекрасный запах ароматизатора презерватива. Но тем не менее, да, обычно презерватив, он не спасает жизнь, а губит жизни, жизни миллионов сперматозоидов, которые погибают в тупике, так скажем. Но тем не менее, надо помнить, что презерватив спасает многих от передачи заболеваний, продающихся половым путем. Поэтому от ЗППП, так называемых, то есть заболеваний, продающихся половым путем, презерватив очень хорошо помогает, поэтому обязательно пользуйтесь, не пренебрегайте такой возможностью. Ну что, сегодня вот такой был интересный у нас выпуск. Тимофей Баженов прям-таки повеселил и кое-что рассказал интересненькое. Ставь лайк, если понравилось, пиши в комментариях, что еще можно посмотреть, что ты хочешь посмотреть с моими комментариями и увидимся в новых выпусках. Пока!